Дорогие братья и сестры, друзья, мне тоже хотелось бы поразмышлять на эту историю, которую мы уже слышали сегодня. И она была моя нелюбимая история. Часто я ее всегда с трепетом читал, и, может быть, кто-то ко мне присоединится в этом. Мы прочитаем из книги Иисуса Навина, из седьмой главы, об этом человека, который упрятал или спрятал заклятое, Абахани. Седьмая глава, книга Иисуса Навина, с десятого текста. Мы прочтем ее, потому что она такая живая и повествовательная, чтобы нам хорошо всем вспомнить. «Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо твое». Я чуть-чуть пропускаю до десятого стиха. Вы помните, что произошло, когда люди умерли, 36 человек погибло. Народ израильский вышел, чтобы побеждать, и они высмотрели Гай. Есть такой город Гай, они посмотрели, пускай все не идут, ну, 2003, может быть, и там немного их, мы возьмем этот город. И они пошли и побежали от них. Те оказались сильнее, мощнее и ударили по ним. 36 человек убили израильтян, и они прибежали, и вот Иисус Навин упал на землю пред Господом и лежит. Позже скажу, что там было 12 тысяч людей. И они, видя эти 12 тысяч, настолько были израильские народы уверены и сильны, сказали, да что там эти 12 тысяч, мы их двумя-тремя тысячами побьем, положим. А теперь все поменялось. Иисус Навин упал, и теперь дальше что происходит? Господь ему говорит, встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им. И взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. «Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ, и скажи, осветитесь к утру. Ибо так говорит Господь Бог Израилю, заклятая среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отделишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим. Колено же, на которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которому укажет Господь, пусть подходит по семействам, и семейство, которому укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. И обличенного в похищении заклятого, пусть сожгут огнем, и все его, и все, что у него за то, что он приступил, завет Господний, и сделал беззаконие среди Израиля. Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племя Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. И велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану, сын мой, воздай славу Господу Богу Израилю, и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня. В ответ Иисус Охан сказал, точно, я согрешил пред Господом, Богом Израилю, и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду, и двести стиклей серебра, и слиток золота весом пятьдесят стиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу, и ко всем сынам Израилям, и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ними взяли Охана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Охор. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в сей день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Охор даже до сего дня. А знаете, почему оно нелюбимое? Потому что оно плохо закончилось. Для Охана оно плохо закончилось. Кажется, что полюбилось ему два с половиной килограмма серебра, может быть, чуть меньше килограмма золота утащил. Это же надо было все пронести с поля, с вражеского города. Надо было в себе все принести, чтобы никто не заметил, ни один воин. Чтобы семья не заметила, может быть. Спрятать это все в шатре у себя. Мы порой настолько изворотливые, или человек настолько изворотливый в своем грехе, чтобы это сделать. Настолько все отточено. И вот ум человеческий, он именно это все и делает. Настраивать, чтобы грех спрятать, чтобы не вывести аккуратно. И знаете, почему я еще не любил? Потому что я себя всегда ставил на этого места Охана. И я тот грешник, который утаил, и живу. И всегда боялся, что вот придет. Но я хотел бы говорить, честно говоря, не об Охане, а о Господе Боге нашем. Почему мы видим, что ярость гнева Божия утихла после того, как все семейство было сожжено огнем? Представляете? Дети, девочки, мальчики, овцы. Его побили камнями. Ну, камнями побили, это что? Это значит, камень взять, надо в человека бросить. Бросить в него, куда он попадет? Главное, чтобы попало в голову. Чтобы он упал, и потом накидали, накидали, накидали. Потом подняли их, всех вместе собрали. Наверное, костром обложили. И все это подожгли, все пламенем. Все горело. Естественно, были это крики страшные, вопли. И весь народ стоял и смотрел это зрелище. И после того, как они сгорели все, все. Это и запах, и все это было смердие. И после этого еще камнями накидали большую груду камней, которой это осталось. Кажется, такие ужасы, такие ужасы. Неужели Господь Бог? И это действительно так. Это нужно было Богу, чтобы Его ярость, гнева утихла. Я думаю, почему так получается? А откуда такой гнев у Бога? Дело в том, что, как мы слышали проповедь, Бог настолько святой, и Он просто не терпит эту нечисть. Он не терпит этот малейший грех. Ему это противно. Это вызывает Его гнев. Помните, как земля разверзлась, открылась? И Дофан и Верон, по-моему, упали в преисподнюю. Кричали и падали, падали, падали туда. И все семейство упало. Тоже зрелище мощное. Помните, царь Ирод, как он кричал, наверное, когда его черви заживо съели, написано черви. Заживо съели. После этого гнев Божий утих. И это было... А много раз Господь просто спасал. Много раз Он просто миловал. Мы знаем, что израильский народ часто восставал, часто противлялся, часто говорил. Вы знаете, Давид как пишет о гневе Божьем. Я прочту вам. 17 глава. 17 псалом. Давид пишет. Пишет. Восьмой текст. Потряслась и всколеблалась земля. Дрогнули и подвигнули с основания гор. Ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его. И из уст Его огонь поедающий. Горящие угли сыпались на Его. Наклонил Он небеса и сошел. И мрак под ногами Его. И воссел на херуемов и полетел. И понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим синюю вокруг себя мрак вод облаков воздушных. Знаете, вот Давид был очень такой талантливый. И так красочно может описать гнев Божий. Как это может происходить? Мы читаем, что про человека в Римлянам 3.23. Все согрешили и лишены славы Божьей. Мы понимаем, что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3.10 мы читаем, нет праведного ни одного. Вот посмотрите, давайте такую картину. Мы согрешили, да. Мы грешники. И написано, что нет праведного. Но вспомним нашу жизнь. Сплошной грех. Вот честно, сплошной грех у всех. У меня. И я думаю, что каждый покопается, вспомнит, сколько таких потаенных мест, которых мы зарыли. Когда Господь говорил про Ахау, как сказал? Он спрятал вещи среди вещей своих. Среди вещей своих. А Ахан говорит, она в шатре, в середине и под ним серебро. То есть, у него были там еще спрятаны какие-то вещи, его еще. Что там были за вещи? Это было скопилось. Это просто было, постоянно было. Это был грех такой. И он еще и взял из заклятого и попал под осуждение. Мы все согрешили и лишены славы Божьей. Мы об этом читаем. И это истина. Мы все грешники. Но почему у нас нет такого страха перед Богом? Почему мы не думаем, что Бог гнев свой проявляет? Вот Бог создал нас по подобию, да? Нам же Бог, когда вдохнул дыхание жизни, к нам пришли эти эмоции. К нам пришел и гнев, и раздражение. Это же Господь нам дано нам, чтобы мы немножко понимали. Есть же какие-то вещи, которые нас гневают, раздражают. Вот просто далеко ходить не надо. Посмотришь, вот сынок, два года, он подушку ставит, она падает, ставит, она падает, ставит, она падает. Он потом кричит и подушку эту сбрасывает. Не может подушку поставить, это уже его гнев вызывает. Это маленький ребенок, которому нету два года. А нас с вами, которые вывезли. И когда мы видим, что по-нашему не поступает, по-нашему не получается, что вызывает у нас? Гнев, раздражение. А посмотреть на Бога, который все создал, и он видит, не идет так, что ему делать? Ему нужно, чтобы этот человек умер, был сожжен, чтобы он уничтожился. Вот тогда его гнев утихает, как мы читаем об Ахане. Только когда он сгорел весь со своим семейством, все, Господний гнев утих, и он успокоился. Это справедливый Бог, это правильный, это наш Господь Бог. Он так открывает Священное Писание. Все лишены славы Божьей, все согрешены. Нет, правильно. А о Господе мы читаем, Малахия 3,6. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь». То есть, который был Господь до того, как Ахан был, и сейчас он один и тот же. И мы пред Ним все, как Ахан, стоим. Что же нам делать, скажите, братья и сестры, что нам делать, когда Бог такой великий и очень строгий? Две тысячи лет назад было такое событие, когда пришел Иисус Христос. И мы читаем, о нем в Иоанна написано, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Бог в гневе своем, в своей справедливости, Он смотрит на это человечество и ничего сделать не может. Но Он их любит. Но Он святой. И Он не может потерпеть, когда грех совершает, Он не может потерпеть, когда лукавят, когда обманывают, когда что-то прячут, таят, когда что-то откладывают, не умалчивают, не договаривают. Он это не терпит. Что Ему делать? Он посылает Сына Своего. «Вот агнец, который берет на себя грех мира и свой гнев изливает на Сына Своего». Вот этот гнев, который Он должен быть излить на нас с вами, за меня, за греха, Он изливает на Сына. И мы читаем Исаии, 53 глава. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Он был изъязвлен, ну, весь изранен, избит. Представляете, Бог, вот Богу что нужно, чтобы человек умер? Вот Ахан, он умер, и гнев не просто умер. Он мог бы, Ахан только, это я, дыхание бы восстановилось, сердце бы сковалось, и он бы мертвый упал. Так было бы, да? Нет. Это я, хорошо, неси. Что ты? Выложили. Вот он грех на лицо, вот он грех этот. Пошли, бери все свое семейство, выявили. Все это видят. Он в это время все идет, переживает, что же со мной будет? Его приносят дрова, огонь. Он не представляет, что я могу, меня просто сожгут. Вот Богу так не надо, чтобы человек упал просто. Нет, ему нужно, чтобы человек нормально помучился и принес достойное наказание за свой грех. И умер, был сожжен. И так же Господь относится к своему сыну. Он его любит, он любит нас. Но Господь взял грехи наши, и Господь так сделал Бог, чтобы он был изъязвлен и мучим. Его били, издевались над ним. Все это за наши грехи. Не просто так, а измучили его, бедного. Прибили на крест его, и он истекал, кровью вздыхал и стонал наш Господь. И мучим за безыкой наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И теперь, получается, Господь смотрит на нас. И грех, который наш, который мы совершили, он не видит. Потому что наказание произошло. Умер Сын Божий, умер Иисус. Теперь мы можем вздирать на Иисуса, поверить в Него, сказать, Иисус, я хочу служить Тебе, и я грешник, и получить спасение. Если кто-то скажет, знаете, я не такой грешник. Обычно все вокруг мире, вся информатика, все говорит о страшных грехах, о страшных преступлениях, об убийствах. И человеку, слыша это, он складывается мысль, слушай, ну я-то не такой, мне-то более-менее. Ну ладно, тут я что-то там схитрил, что-то я сделал, да. Я ладно, украл, но я никого не убиваю хоть. Я не такой плохой. В принципе, я человек добрый, я хороший. Такой человек, он не попадет на небо. Если кто чувствует или сознает себя греховным, вот действительно я грешник, вот только того Господь спасает. Только за того Господь пострадал и умер. Смотрите, пишет апостол Павел, 1 Тимофея 1,15. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Он считает себя грешником. Апостол Павел, он говорит, я первый из грешников. То есть мы же знаем, какие бывают грехи, и они бывают настолько скверные, которые сказать трудно. Даже во слух произносить себе трудно. И мы боимся об этом. А Павел говорит, я первый грешник. И ему Господь издевает благодать. Он его спас, и он спас нас с вами. Я хотел бы призвать к нам, чтобы мы могли ободриться в благодати Божией. Написано, что нужно ободриться, чтобы нам понять вот эту истину Евангелия, суть Евангелия, что Иисус Христос пострадал и умер за нас, за грешников. Но часто получается так, что мы начинаем жить, мы обрастаем вот этой самой праведностью. Мы забываем из того, кто мы на самом есть, что мы есть эти грешные люди, негодные, грешные грешники. И Господь каждый раз смотрит на нас через Иисуса Христа. Каждый раз Он смотрит на нас через кровь Иисуса Христа, которую Он нас очистил. И призвать тем, кто, может быть, не имеет спасения, вы умрете, вы погибнете в аду, если не покаетесь. Если не признаете себя грешниками, беда вам будет. Беда вам будет. Вы должны об этом знать. Да благословится Господь в нашей жизни. Аминь. Давайте помолимся.